Всем привет дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре пойдет речь об еще одном умном реле на динрейку от компании производитель электроники для умного дома и просто полезных гаджетов Yaru Auto. Я выбрал по таким параметрам наличие энергомониторинга, наличие защиты по высокому току и напряжению и возможности ограничения нагрузки по току. Я искал самое-самое дешевое реле, но с возможностями которых я оказал выше. Версия с Wi-Fi будет дешевле и проще, но если вы уже устроите умный дом, то я рекомендую все же версию Zigbee. Давайте более детально ознакомимся с этим реле, а также кроме заявленных выше возможностей оно имеет другие настройки и возможности протестируем, подключим к умному дому, попробуем различные сценарии работы и в общем постараюсь максимально раскрыть это реле. Поставляется в небольшой картонной коробке с логотипом производителя и описанием основных характеристик продукта. Модель EAYCBMZ1P. Я так понимаю это протокол работы Zigbee, а 1P это однофазно. Есть модели с реле 10А, максимальная реле 63А или 13,5 кВт. Стоимость не изменяется, поэтому я выбрал максимальную нагрузку. Внутри находится само умное реле и инструкция по применению. Безполезна в инструкции как подключать устройство в Wi-Fi или Zigbee сети, а также информация о том, что время сработки на отключение составляет 0,1 секунда. Само реле ничем не отличается от простого автомата на один рейку, но разве что нет механического рычага включения и выключения. Его заменила небольшая желтая кнопка с логотипом компании YARAO. Чуть выше находится индикатор подключения к Wi-Fi или Zigbee сети. Левая и правая грань ровные. На задней части паз с защелкой для крепления на один рейку. В верхней и нижней части клеммная колобка для подключения фазного провода, но для работы умного реле нам будет необходим 0, для этого в верхней части производитель предусмотрел клему подключения. Берем не толстый провод с зачищенным от изоляции концом. Нажимаем на пластиковую кнопку и аккуратно вставляем наш провод в отверстие. Схема подключения проще некуда, проверяем отверткой тестером точно ли фазный провод мы собрались размыкать и замыкать. Все, нулевой провод к нулевой шине. Фаза к фазе 0 к 0. Все, устройство подключено. Управлять включением-выключением можно прямо с кнопки на передней панели. Средиод индикации сети также должен менять свой статус. Переводим устройство в режим сопряжения. Для этого на протяжении 5-6 секунд удержим кнопку включение-выключение. Показ выдают индикации и не начнет моргать зеленым цветом. Далее переходим в приложение Tuya Smart или Smart Life и нажимаем Добавить устройство. В моем случае устройство автоматически нашлось и приложило себя к добавлению в экосистему умного дома Tuya. Если у вас этого не произошло, то выбираем простую розетку. И тут важно. Если вы выбрали реле с протоколом работы Wi-Fi, то и розетка указываем Wi-Fi. Далее указываем нашу домашнюю Wi-Fi сеть и пароль от нее. Если вы выбрали ZigBee версию, то нам понадобится прежде всего ZigBee шлюз. Ссылку вы найдете в описании под видео. И только к нему уже подключаем наше ZigBee устройство. Я выбираю свой шлюз и жду подключения. И также, так как устройство постоянно подключено к сети 220В, то оно будет являться дополнительным координатам сети в нашей сети ZigBee. Управлять включением и выключением мы можем прямо из главного окна программы Tuya Smart. Тут же передается статус устройства включено или выключено. Даже если выключаем реле кнопкой на передней части, статус передается в приложение. Индикация горит зеленым, если устройство выключено. И горит красным, если включено. Переходим внутрь плагина. В верхней части видим количество потребленной электроэнергии за все время работы устройства. Чуть ниже потребленная электроэнергия за последний час времени. Если на нее кликнуть, откроется подробная статистика потребления электроэнергии в разрезе дня, месяца и года. Ниже находится информация о текущем токе, подключенном к реле прибору, его активной мощности и напряжении в сети. Если вы захотите выключить реле, то программа спросит, точно вы ли мне ошиблись. Что довольно удобно, особенно когда речь идет о важных приборах и механизмах, которые выключать просто так вообще нежелательно. Переходим настройки. Тут 4 параметра. Ток утечки, максимальный ток, пониженное и повышенное напряжение. Ток утечки установлен в 30 мА. Меньше выставить не получилось, как вообще изменить это значение. Максимальный ток ограничен 35 амперами по умолчанию, но можно выставить значение от 1 до 100. Максимальное напряжение установлено в 265 вольт. Я считаю, что это много. По нормам 220 вольт и плюс-минус 10%. Я выставляю 245. Этот параметр можно изменять от 1 до 400 вольт. Минимальное напряжение по умолчанию установлено в 180. Я поставлю 200. Этот параметр можно изменять от 50 до 300 вольт. Но, соответственно, любой из этих четырех ограничителей можно отключить и реле не будет выключаться, допустим, если ток утечки или превышен максимальный ток нагрузки. Перейдя в настройки расписания, мы можем добавить различные таймеры на включение или выключение реле. Можно выбрать как одиночное срабатывание, так и выбрать дни недели или всю неделю. Чтобы не запутаться в таймерах, можно создать каждому свою заметку и включать уведомления в шторке о том, что таймер сработал. Выставить можно только или включено или выключено. Варианта смены режима было включено, стало выключено и наоборот, к сожалению, нет. Использование этого реле в автоматизации мне видится или по времени, или по изменению температуры или влажности. Я приобрел его для включения зарядки моего электромобиля по ночному тарифу. Приехал вечером, включил зарядное, а автомобиль начал заряжаться после 23.00 по ночному тарифу, который ниже дневного. Но также можно включать кондиционеры или мощные обогреватели по температуре. Переходим в сценарий автоматизации. Создаем новый сценарий. На включение реле в 23.00 и выключение в 7 утра. Выбираем время 23.00. Время повторяем ежедневно. Далее выбираем управление нашим устройством. Из автоматизации тут доступно только включение или выключение. Странно. Я ожидал, что можно будет поставить умрение о том, что превышено установленное значение нагрузки или повышается напряжение в сети. Как пример задать, что если ток нагрузки выше 20 А, прислать уведомление на телефон. Ничего не доработали много инженеры. Но возможно в следующих прошивках устройство это и появится. Но пока нет. Выбираем включение реле и сохраняем автоматизацию. По аналогии создаем вторую. На отключение реле в 7 утра. Давайте проверим, как реле себя поведет в связке с экосистемой умного дома Home Assist. Сначала проверим через интеграцию Tuya Smart. Обновляем плагин и переходим внутрь для поиска нашего умного крылья. Продолжение следует... 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 сервера туя давайте посмотрим как устройство себя поведет в зигби mqtt для этого переводим в режим сопряжения и выполняем поиск с помощью нашего зигби донгла вот нашлось наша наш девайс но к сожалению не поддерживается то есть нам придется писать внешний конвертер и управлять тогда с помощью внешнего конвертера но у нас ведь является роутером недоступен ничего никто не поддерживается то есть новое возможно в на в новых обновлениях зверь ту мкет это будут уже какие-то дополнительные для него настройки уже будут будет он находиться так сказать но пока к сожалению ничего нету то есть только внешний конвертер надо для него писать давайте проверим реле установим максимальный ток 5 ампер и включаем нагрузку как видите реле выключил защита сработала по умолчанию после пропажи электропитания на самом реле подключенная нагрузка будет выключена даже если она была включена вот пример хопс настройка помнить последний статус к сожалению пока отсутствует но меня больше интересует защита от высокого низкого напряжения мы ставим минимальное значение в 180 вольт а максимально пусть будет 235 проверяем на максимальном так чуть-чуть повышаем 230 234 235 и реле выключилась даже где-то на 0,2 вольта выключалась раньше включить соответственно мы его не можем отработала без проблем и довольно быстро производитель заявляет 0,1 секунду но к сожалению я этого никак проверить не могу теперь проверим минимальное так 180 7 4 2 182 оп 179 182 216 255 255 255 256 257 265 276 277 275 245 277 но основные акспекты как мы видим реле выполняет, то есть превышение понижения и максимальный ток оно держит. В целом за свои деньги реле получилось довольно функциональным и с отличным функционалом именно по поводу электромониторинга. Функционально пригодится для управления большими нагрузками и там где присутствует необходимость защиты от перепада напряжений. Также можно контролировать ток нагрузки и в случае превышения отключить подключенный прибор. Версия с Wi-Fi обойдется немножко дешевле, не требует шлюза, Zigbee чуть дороже, но если у вас есть шлюз, то рекомендую смотреть все таки в сторону этого протокола. Все ссылки на товары вы найдете в описании под видео, там же находится ссылка на группу в телеграм, где вы найдете не только новинки по системе умного дома, а также купоны, акции и прочее общение и ответы на ваши вопросы. Также пожалуйста не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось и подписаться на канал, чтобы не пропустить другие видео про систему умного и не очень дома. Всем всего хорошего, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok